Горный инженер, профессор, теле- и радиоведущий, борец за права животных и экологию, писатель и заядлый путешественник. Все эти амплуа присущи 70-летнему Архану Куралу из Турции. Мне очень нравится Россия. Я был почти везде. На Камчатке, в 15 ваших республиках, в том числе в Якутии. Но в Мурманске я до этого не был. Из-за коронавируса не было возможности путешествовать. И как только Россия сказала, да, вы можете к нам приезжать, я в тот же день купил билет в Мурманск. Интерес к путешествиям пришел из детства. Пытливый ум не давал 10-летнему мальчишке жить спокойно, требовал новых впечатлений. Когда я был еще в начальной школе, подошел к отцу поговорить. В то время он был министром образования. Мне уже 10 лет, а я еще и Европу толком не видел, сказал я ему. Уже в этом возрасте я начал любить путешествия. Искал интересные места в родном Стамбуле. Некоторые люди все время делают одно и то же. Они смотрят футбол и сериалы. Они идут на пляж, лежат там словно крокодилы. Так они никогда ничему не научатся. Архану по нраву простая жизнь. Он одевается в секонд-хентах, никогда не выкинет и крошки хлеба и всегда примет гостей в свой дом. Путешественник говорит, что для него богатство не в материальном, а в духовном. Побывав в 193 странах, он обрел огромный багаж впечатлений, знаний, но не все они позитивные. Республика Кирибати, небольшое тихоокеанское государство, оставило большой шрам на душе турецкого профессора. Нас отвезли в деревню. Никогда этого не забудут. Там были дети, они играли в грязи. Рядом с ними лежали какие-то кости. Со мной был священник. Я спросил его, чьи это кости. Он ответил, что это кости людей, которых они похоронили в своем дворе. Также священник сказал, что у этих детей даже нет и норов, потому что большинство из них умрет до того, как им исполнится один год. Мурманский путешественник привлекла богатая история и, конечно, географическое расположение. Он просто не мог не приехать в самый большой город за Полярным кругом. Мурманск пока неизвестен в Турции, но теперь я буду его всем рекламировать. Расскажу о нем в моей новой книге, в моей передаче. В разных соцсетях у меня около миллиона турецких подписчиков. Они уже заинтересовались и задают мне много вопросов об этом городе. Мурманский путешественник провел всего два дня, но планирует вернуться уже с организованной туристической группой. Сразу после нашего разговора Арханг-Урал отправился в аэропорт, чтобы продолжить свое путешествие по России. Мы прилетим в Санкт-Петербург, потом на поезде или автобусе доедем в Лугу, Псков, Смоленск, Брянск, Орел, Калугу, затем в Воронеж и потом в Москву на самолете. Оттуда вернемся обратно в Стамбул. Лада Егорова, Василий Яковлев, Павел Критиков, ТВ21+.